О том, насколько прав был великий китайский философ Конфуций, с легкой руки братьев Вайнеров, так любивших рассуждать о поисках черной кошки в темной комнате, участники зимнего чемпионата страны по ловле рыбы на мормышку, теперь могут рассуждать ничуть не хуже иных экспертов. История одной большой неудачи прямо сейчас и только у нас. Самое обидное, что приехали мы туда в ранге чемпионов России, это у нас уже не первое золото на чемпионатах России. И сам факт в том, что такого жесткого отбора, как в Алтайском крае в сборную, больше нигде нет. У нас ребята 10 туров между собой соревнуются, 2 худших мы убираем, и потом 20 лучших из них еще 5 дней между собой соревнуются. То есть такой отбор жесточайший только у нас. И получается, что это и обидно же, ребята с таким серьезным уровнем подготовки, они показать ничего не могут, потому что нет возможности это сделать. Вот на этом чемпионате этой возможности не было, к сожалению. Под занавес марта 2020 года самые, скажу прямо, крутые рыболовы страны встретились на льду Исецкого водохранилища, чтобы выяснить, у кого мормышки круче. Чемпионат России нынче проходил на Урале. И рыба, как будто прознав о том, кто вышел на лед, ушла. Ушла от слова совсем. Да, бывают в жизни огорчения. Но чтобы вот так... Бывают непонятки в жизни, если про соревнования в Екатеринбурге. Но огорчение ты не назовешь. Огорчение это когда ты что-то не так сделал, или что-то не получилось. Здесь не огорчение. Здесь просто некий такой ступор. Ну как так? Все удивлены очень сильно. Пацаны, даже те, которые, ну, так сказать, в призах, они очень иронично относятся к своим победам. Если бы улов был вот таким вот там, на Урале, это бы что было? Ну, это был бы очень хороший улов на самом деле. Потому что каждая рыбка там была, ну, на вес золотых медалей. Если смотреть по самому водоему, по структуре, то есть он абсолютно ровный. Как бы, если бы рыба была, она была бы у всех. А здесь, получается, ее не было, ее не было у всех. То есть ее вообще не было. Два дня. 33 команды суперпрофессионалов пытались поймать хоть что-нибудь на богатом рыбы и сетском водохранилище. И, по сути, безрезультатно. При этом почти два десятка участников этих соревнований, если что, имеют титулы чемпионов планеты. Невольно вспоминаются приписываемые Конфуцию слова о черной кошке в темной комнате. И пусть китайский философ ничего подобного никогда в своей жизни не говорил, сути это не меняет. Невозможно поймать то, чего нет. Потому что, ну, реально, здесь элита страны, люди, которые, ну, как у нас смеются, в унитазе рыбу лоят. А, ну, ты не можешь поймать то, чего нет, если две рыбы в зону заплывало. Ну, вот у меня во втором туре, я судил зону Б, оба тура, во втором туре у меня было шесть рыб поймавых всего на 33 спортсмена. За? За три часа. Наталья Лоаз за происходившим на льду из сетского водохранилища наблюдала, скажем так, из судейского кресла. Алтайские команды, их было две, были укомплектованы исключительно мужчинами. Так, может, в этом все дело? Пользуясь случаем, мы решили провести свой небольшой эксперимент и выяснить опытным путем, у кого все-таки лучше клюет. У мужчин или у женщин, да, я думаю, что не имеет значения. На самом деле, мы вполне в равных условиях с мужчинами выступаем на соревнованиях. Чем единственное, мы отличаемся, ну, может быть, бурим чуть поменьше, но зато мы смекались тем. Сначала начинала именно с мужчин, соревноваться только с мужчинами. У нас тогда было две в Алтайском крае девушки, которые соревновались вместе с ними. Было интересно. Но потом я решила, ну, что же быть такими эгоистичными, надо находить таких же, как мы, им же тоже хочется половить, чтобы было интересно. И сейчас мы занимаемся, обучаемся, развиваемся с девчонками. Вот уже третий сезон пошел. Я чаще, конечно, ездила на летние чемпионаты России. Это для меня был первый зимний чемпионат России. Но поскольку я сама зимний спортсмен и люблю мормышку, я не считаю зимний вид спорта чем-то экстремальнее, чем летний. Главное – правильно одеваться. Нужна правильная обувь. Обязательно это должны быть сапоги. Допустим, у них там минус 60 должно быть написано на них. Это минимальный, скажем так, порог. Да, в минус 60 никто не ходит, но на самом деле они гораздо теплее, чем любая другая обувь. А также термобелье, утепленный костюм, позволяющий при минимуме движений как можно лучше сохранять выделяемое человеческим телом тепло. Простите за лирическое отступление, но экипировка во все времена имела пусть нерешающее, но в любом случае большое значение. Ну и руки, да, руки в перчатке. Перчатки, как правило, обрезаем, чтобы комфортно было ловить. Однако вернемся к нашему небольшому эксперименту про то, у кого рыба лучше клюет. Будто прознав о нем, обитатели обских глубин на этих самых глубинах и затаились. Белой рыбы пока нет, только ершей ловим. Причем у Натальи не клюют мелкие ерши, а у меня не клюют крупные. Как тут не вспомнить, что самое главное качество характера для рыболова-спортсмена вовсе не азарт, как думают некоторые. А что тогда? Моральная устойчивость, когда не клюет. Это самое сложное. Когда рыба клюет, тогда, конечно, всем нравится, у всех какое-то положительное настроение. А вот когда рыба не клюет, здесь очень сложно выдержать. Обидно еще, когда кто-то ловит судака незачетного, тащит его, и таких было много. И у человека эйфория, он вроде вот, ну вот, вот. Хотя уже по поведению ты все равно понимаешь, какую рыбу ты тащишь. Но, тем не менее, он уже чувствует, что там что-то тяжелое, да, и на фоне тех, кого он видит. А спортсмены зону, ну, как говорится, просекают очень легко. Когда он доставил судака, я там видел, и пудочки подшвыривали, и пинали их, и там матерились. Ну, обидно, ну, реально. Если на Урал под занавес марта алтайские рыболовы-спортсмены уезжали в ранги действующих чемпионов страны, то вернулись, будучи на 12-м месте в итоговом протоколе. Самыми удачливыми оказались рыболовы из Удмуртии, поймавшие за два дня в пятером 355 граммов рыбы. Рыбная ловля – дело тонкое. Может, побрился кто не вовремя, или все та же черная кошка, убегая от Конфуция, дорогу перешла. На самом деле, примет в рыболовной среде в избытке. В каждом регионе есть суеверие свое. Абсолютно. Например, вот в Москве и Московской области, допустим, не желают удачи. Хотя сибиряки все говорят, о, удачи там тебе, хорошие рыбалки, все хорошо будет. И для нас это нормально, и мы даже, ну как, мы радуемся, что за нас радуются, что нам удачи желают. Они считают, что удачи желают неудачникам, и после этого можно на рыбалку не ходить. У меня дома другая примета работает. Если мама сказала, надо лещиков на котлетке, то лещиков не будет точно. Ни на котлетке, ни на что другое их просто не будет. Если хотя бы одна команда с Алтая попала в призы, то как минимум у четверых алтайских рыболовов появилась бы возможность принять участие в отборочных стартах и побороться за путевки на чемпионат мира, который будет проходить в Эстонии. А так вся ответственность опять ляжет на плечи бессменного лидера сборной края Сергея Баляхина. И да, наконец, об итогах нашего небольшого эксперимента. Наталья Лаас, многоопытного Сергея Казанцева, в этот раз переловила. И это опять к вопросу об удаче, которой так не хватило рыболовам с Алтая на далеком Урале. То есть все-таки сибиряки правильно делают, когда желают? Я считаю, что да. Я не верю в эти приметы, я считаю, что да. Удача нужна? Удача нужна, конечно.